Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас сегодня суббота, за бортом 20 градусов. И хочу ответить и поделиться мыслями по вопросу, который мне задавали давным-давно. Вопрос связан с тем, как я отношусь к учению академика Фоменко, который говорит о том, что история в современном понимании – это какая-то сплошная ложь и выдумки. И хочу поделиться мыслями по поводу того, что время от времени встречаются высказывания по поводу того, что история вообще не наука. Значит, начнем с... Ну кто так выезжает? Без поворотника. Начнем с того, что... Кто такой Фоменко? Фоменко – это профессор, академик, который отвечает за математический блок. Он математик. Соответственно, Фоменко говорит о том, что современная история – это набор каких-то там несуразиц, что современная история на самом деле, она описывает те события, которые на самом деле в природе не происходили или происходили совершенно в другое время. По мнению Фоменко и по мнению его, скажем так, последователей, история – это наука, которая восходит к примерно XVIII веку, и, соответственно, многие документы, которые мы теперь считаем как документы эпохи античности или документы средних веков и так далее, эти документы – это поздняя фальсификация. Что на самом деле были какие-то затейники, скажем так, он не может сам точно ответить на этот вопрос, который просто-напросто рисовали в XVIII веке документы, которые в XIX веке и в XVIII также веке принимали за чистую монету, как они присутствуют на самом деле. То есть, что эти документы на самом деле такие есть, что они подлинные. И вот, собственно, как я отношусь к этому событию, к этому явлению как профессиональный историк. Напоминаю вам, что я кандидат в исторических наук, что моя специализация – это западноевропейское средневековье, а, если быть точнее, моя специализация – это история Шотландии, Англии и Франции в XV веке. Естественно, в силу своего образования я изучал абсолютно все, что такое можно изучать, начиная от истории стран Азии и Африки, заканчивая, собственно, современной историей, истории XX века, как Западной, то есть Америка и Европа, так и то, что называлось СССР, теперь называются историей России, а также тех стран, которые входили когда-то в состав либо Российской империи, либо Советского Союза. Поэтому, естественно, будучи студентом первого курса, я изучал все, начиная с античности и так далее, и мы, естественно, изучали все это, базируясь на каких-либо источниках, да, то есть, когда мы изучали историю Древней Греции, мы базировались там на Геродоте, условно говоря, когда мы изучали историю Древнего Рима, мы там изучали, не знаю, Плиния-младшего или Торквиния, когда мы изучали средние века, мы изучали все, начиная там от эпохи, точнее, от документов, связанные с монастырских хроник, заканчивая актами государств, да, которые, в принципе, вот я когда писал диссертацию свою, да, я базировался в очень большом количестве документов, базировался на большом количестве документов, связанных с межгосударственными актами. Есть такое «Фоидеры эт акта публика», сборник такой, таких здоровых фолиантов, там, метр на метр, условно говоря, где эти документы были напечатаны в начале 18-го, конце 16-го века, соответственно, это были рукописи, которые просто были переписаны, точнее, не переписаны, а набраны механическим шрифтом для того, чтобы это все напечатать. Плюс, как историк, я, естественно, проходил и работал какое-то время в качестве сотрудника в архивах, в теоретических архивах, да, и я в своих руках держал, проходил практику и работал в теоретических архивах, и я в своих руках держал документы 8-го века, да, я помню первое соприкосновение со старым документом было, когда нас привели в исторический архив, и я держал в руках дарственную короля Вильгельма Завоевателя, датируемое 1667-го года, или 1668-го года он подарил какому-то своему рыцарю какой-то земельный надел. При этом парадоксально было то, что этот документ был написан на листе, который был частью Библии, и химическим путем было выяснено, что этот текст был написан еще в 8-м веке. И, соответственно, там соскоблили чернила, это был пергамент, соскоблили чернила этого святого писания, и поверху написали текст дарственный от имени короля Вильгельма Завоевателя английского. Так что я просто это к тому все веду, что мое отношение к профессиональному историку крайне негативно, потому что и мой личный опыт, и опыт тех исследователей, которые были до меня, и тот исторический арсенал инструментарий, которым пользуется любой профессиональный историк, он противоречит всему тому, что пишет господин Фоменко. Господин Фоменко пытается придумать какие-то математические модели для того, чтобы внести новую хронологию в события, и дать какую-то новую географическую привязку к тем или иным событиям, которые описаны в исторических источниках. Еще раз повторю, что он не берет во внимание, да, то есть он считает, что руины, не знаю, там, Помпеи, да, города, который был погребен лавой, я не знаю, амфитеатры, которые остались от античных городов в той же самой Испании, там, и так далее, что все это придумки, что на самом деле это все было построено в 18-19 веке, и все это является глобальной мистификацией. Так что я во всю эту историю не верю, которую описывает Фоменко. Я считаю, что это человек, который полез не в свою область, и который издал неприличные звуки при личном обществе, да, когда он начал писать свою работу. И математические здесь какие-то выкладки, какие-то модели абстрактные прикладывать к тому объему информации, к тому багажу, да, предметов исторических, которые до нас дошли. Короче говоря, это абсолютно не складывается одно с другим. Поэтому ни один приличный историк вам не скажет слова доброго в пользу учения Фоменко по поводу того, что он говорил, что история – это что-то придуманное. Теперь второй момент, связанный с тем, что история – это не наука. Что, дескать, это какая-то ерунда, которая высосана из пальца, которая, по сути, является, ну, скажем, собранием каких-то баек, каких-то рассказов непонятных и так далее. Я могу сказать, что люди, которые это говорят, это люди, это говорят от невежества, от того, что они не очень хорошо разбираются в вопросе, потому что история, как наука, она имеет свой объект исследования, а объектом исследования истории является совокупность исторических знаний и фактов, все то, что произошло в прошлом. И второй момент – это то, что история, как наука, как и любая другая наука, существует и имеет свой понятный научный исследовательский аппарат. То есть те подходы, которые мы, профессиональные историки, используем для того, чтобы оценить цельные события, придать гласности, да, цельные вещи, которые до этого были скрыты для широкой публики или для исторической общественности и так далее. История имеет большое количество вспомогательных дисциплин, которые позволяют, которые, точнее, пересекаются с разными другими дисциплинами, я не знаю, как-то, не знаю, как-нибудь археология, да, которая пересекается с палеонтологией, там, условно говоря, или с историей архитектуры, там, или еще с чем-нибудь таким. То есть история имеет абсолютно все-все атрибуты, которые положено иметь в любой научной дисциплине. Другое дело, что в глазах обывателей очень часто история ассоциируется с идеологией, с набором каких-то баек и слухов. Соответственно, большое количество людей считает, что история – это дисциплина, которая стоит на службе у какой-либо там прослойки людей, которые находятся в политике или у богатых людей, и они переписывают события так, как нужно им в данный исторический момент времени. Однако эти люди путают работу пропагандистских отделов с тем, что из себя представляет история и историйки как научное сообщество. Потому что я уже как-то в своих видео говорил о том, что это абсолютно два совершенных мира, которые между собой не пересекаются. Все то, что мы получаем в учебниках, все то, что мы слышим с экранов телевизоров, все то, что мы слышим из радио, всяких разных новостей, как правило, это то, что называется научно-популярной передачей информации. То есть люди пытаются грубо в общих словах, исходя из каких-то своих собственных ощущений и представлений, рассказать о чем-то в прошлом. Но к науке, как к научной дисциплине, такого рода передачи и рассказы имеют очень-очень маленькое отношение. Соответственно, прошу прощения, соответственно, соответственно, не надо путать историю и научно-популярную всякую разную передачу данных. Просто в качестве резюме могу сказать, что вы сами можете просто сравнить, взять любой факт, какой-то стереотип какой-то, какой-то существует и выдается как исторический факт, с тем, что на самом деле говорится в какой-либо исторической монографии на какую-либо тему. В исторической монографии на какую-либо тему будут даны источники, где будет четко написано, кто, когда и что сделал в какой-то момент времени, какие из этого последовали последствия, масло-масляное немножко получается, то есть, какой эффект это событие, это действие произвело для истории в глобальном плане, и, соответственно, историческая критика, то есть, насколько можно доверять или не доверять тому или иному источнику, какие есть точки зрения в мире, в науке на тот или иной процесс, на то или иное событие и так далее, и тому подобное. Если вы прочитаете где-нибудь или услышите где-нибудь сказку о том, что, не знаю, там, был такой-то древний народ, от него пошли все остальные народы, и на этом все, это значит, что вы столкнулись не с историческим источником, а вы столкнулись с какой-то байкой, с каким-то рассказом, то есть, какой-то сказочник, просто используя свою богатую фантазию, захотел миру поведать о своих фантазиях. Это не является историческим фактом. Я вас уже много раз призывал к этому, призываю в очередной китайский раз, к тому, чтобы, когда вы слышали, когда вы слышите какие-либо вещи, имеющие, претендующие, точнее, на то, чтобы называться фактами, всегда идти проверять это, хотя бы на уровень похода в какую-либо энциклопедию научную. Очень интересно, опять же, для тех, кто знает хотя бы один иностранный язык, проверять тот или иной факт, ходя на свой национальный какой-то исторический источник. Это может быть Википедия, это может быть еще что-то, хотя Википедия не является, на самом деле, тем источником, который можно в прямом смысле расценивать как исторический, как научный, но это тот источник, который позволяет за пять секунд дать вам какое-то представление о какой-то теме, о каком-то сюжете. Если вы хотите узнать что-то больше и копать куда-то дальше, то тогда вам необходимо просто пойти именно на какой-то исторический форум, на академический какой-то форум, взять какую-то книжку с интернета и проверить, насколько тот или иной факт отвечает исторической науке, отвечает достоверностью, является достоверным фактом с точки зрения исторической науки. Если этого не будет, значит, то, что вы услышали из уст, в кавычках, эксперта на какую-либо тему, это просто чья-то фантазия. К этой фантазии надо относиться исключительно как к фантазии и не более чем. Собственно, вот то, что хотел сказать по этому поводу в этом видео. Очень много слов, очень долгое видео получилось, но на самом деле оно, на мой взгляд, по крайней мере, должно вам какое-то направление для хода мысли дать. До свидания. Всем откланиваюсь. Всем хорошего дня и счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok